Они не сбивали самолеты и не бросались под танки, но так же, как и все, ковали победу. Труженики тыла. Накануне в Барнауле утвердили дизайн-проект «Стеллы – город трудовой доблести». Над ним работал коллектив российского военно-исторического общества. Масштабы поражают. Высота сооружения – 32 метра. Установят «Стеллу» в Нагорном парке, а территорию вокруг озеленят и подсветят. На саму конструкцию лазером нанесут фрагменты архивных фотографий и документов. Рисунок будет по фотографиям, опять же, историко-культурного, вот этой экспертизы, выполнены с фактами, которые происходили как раз в годы Великой Отечественной войны, когда на территорию города Барнаула было эвакуировано более 14 заводов. В годы войны каждый второй винтовочный патрон для фронта изготавливали в Барнауле. Каждый пятый двигатель Т-34 на заводе «Трансмаш». Полтора миллиона бойцов были оббуды в алтайские валенки. И более 100 тысяч раненых солдат лечились на Алтае. Это наша совместная заслуга. Данная инициатива была рассмотрена в администрации города. Мы обращались в правое законодательное собрание, в правительство. Искали в архивах документы, которые бы подтверждали тот вклад, значительный вклад нашего города, наших жителей, тружеников тыла, вклад в победу Советского народа в Великой Отечественной войне. В ближайшее время дизайн-проект отправят в Министерство просвещения и в Военно-историческое общество. Впереди еще много работы, которую предстоит выполнить до дня города. Так что уже через несколько месяцев барнаульцы увидят стеллу «Город трудовой доблести» своими глазами. Анастасия Бертенева, Ирина Корчагина. День с толком. Продолжение следует...